В Москве продолжаются мероприятия, посвященные 95-летию постоянного представительства Республики при президенте России. Из столицы страны передает Наталья Сазонова. На торжественные собрания прибыли многочисленные гости, которых было чем удивить. Это и национальные костюмы, и никутская кухня, и радушные улыбки хозяев. Гостям был представлен уникальный музей, все экспонаты которого связаны с богатейшей историей земли Алан-Хо. Я представитель Республики Саха-Якутия. Думаю, где-то сегодня 105-106 день работы в Москве. Программа, которая будет предложена для работы, мы решили провести его в форме клуба регионов. Клуб регионов состоялся... Гостям была представлена вся история постпредства. Названы имена тех, кто достойно выполнял миссию по долгосрочному социально-экономическому развитию Республики. Ну а гости давали свою высокую оценку деятельности данного ведомства. Много в этот день было сказано добрых слов. Каждый от лица своего региона преподнес юбиляру памятный подарок. А Республика Башкортостан еще и музыкальное приветствие. В свою очередь якутияне отметили те организации Москвы, которые много лет плодотворно сотрудничают с Республикой. Очень приятно поздравить с прекрасной датой, с юбилеем со дня образования постпредства Якутии в Советском Союзе, а сейчас в России. Потому что образование было одним из первых. Это очень здорово, потому что нужно было представлять не только Якутию, но и Дальний Восток, развивать Дальний Восток. И я думаю, что с этой главной задачей постпредство прекрасно справляется. Все эти юбилейные подарки пополнят музей постоянного представительства, которое отметило достойную дату – 95-летие со дня основания. И бережно несет красоту и культуру своего народа. Наталья Сазоновна, Михаил Кулаков, НБК «Саха», Москва.